сделано еще в девяностом году как вы вообще вышли вот на это место на адыгею или это как я выходил мы здесь живем дай бог еще с времен до Ивана Грозного наши предки а лучший пластун этих мест это был Максим Бобриков наш родственник пластунами кого называли тогда разведчики не шпионы разведчики а с той стороны их называли шпионы ну и сейчас так называются но пластун от шпиона отличается тем что это благороднейший человек который не позволяет себе из-под тишка завезать убить там это кодекс чести высочайший ну да воинском понимании в человеческом понимании вообще потому что благородство оно присуще человеку вообще изначально а когда он теряет его как вот мой помощник говорит офицер говорит есть а чести нету а я ему говорю что пока может быть нету кое у кого вот батюшка хорошо что вы оказались здесь я спрошу вот эта бочка вся в одной а когда начали вы именно вот это место обживать вот я стоим в девяностом году девяностом году чего вы начали первый шаг ваш какой был здесь как-то застолбить землю надо было нет то юридическая сторона само собой потому что не придешь и человек не скажет это мое и буду я тут хозяйничать что вы были вторыми священником в девяностом году нет я священником не был то есть вы как мирской человек эту землю приобрели я как мирской человек которому не безразлично было как вообще человек живет на свете что он ест он пьет что он думает это было совершенно глухое место вообще здесь раньше был город его снесли потом было его снесли потом был хутор рыбаловск его снесли ну я решил что это неправильно совершенно чтоб людей выгоняли и поселился здесь пришел в органы советской власти еще тогда вот я хочу то те же в городе в майкопе вот вы можете мне дать кусочек земли чтоб я здесь занимался вот не химию заставлял человека есть чтобы нормальный продукт ел мы открыли вообще интересный продукт мы делаем рапсовое масло где-то употребляется в пищу или только в технической цели если человек употребляет его в пищу у него будет чистый желудок чистый кишечник чистые органы все и все прочее так я попутно спрашиваю батюшка а из семечек из 100 килограмм семечек вот мы начали с чего вот мы начали с чего вот с этих прессов это прессы которые выдавливают масло из рапса из семечек из сои ну все рис лен мы давили здесь из всего вот масло так я попутно спрашиваю батюшка а из семечек из 100 килограмм семечек сколько масло получается а все зависит от того сколько несет сама семечка и насколько оно удерживает масло ну вот еда примерно из 100 килограмм семечек получается масло если семечка пустая скажем жара была там то есть масло там в ней минимум в общем все что есть мы выдавливаем и оставляем примерно 7-8 процентов не выдавливается потому что пресс работает просто придавил придавил все что вытекло то значит вытекло а остальное уже не вымывается из того что осталось а зачем это вот на заводах вымывают ацетоном там да я знаю это все отрава а у вас уж самое настоящее чистейшее тут чистейшее масло настоящее вот как оно все а бутылочку можно у вас попросить такого масла ну мы не дарим а то у нас масло то такое купленное мы дарим вот из рапса а это что это рапс а где вы его берете ну поле свое есть у вас конечно а сколько гектаров у вас стоит у меня поле для гектаров вы с чего засеваете кукурузу или рапсом все время обменяется культура потому что здесь требуется все в оборот все в оборот и земля должна отдыхать вот раз там 4-5 лет она у нас отдыхает ну да и мы не применяем никаких удобрений ни химических ни органических ничего то есть если ты правильно обрабатывать она сама себя как-то прокормит она сама а из рапса сколько из 100 кг масла получается примерно почему решили что может бензин заменить им так вот я на камазе езжу на рапсовом масле а народ говорит все проезжают ванище а вы проезжаете жаренными пирожками пахнет более того что из рапса делают добавки в солярку там бензин и стопроцентное сжигание топлива то есть нет выбросов токсических нет ничего как от масла обыкновенного ну человек должен думать что делает и не просто думать а религиозного и все же из 100 кг рапса сколько получается масла из 100 кг семян а сколько из рапса набирается семян намолощается 50-60-40 а еще кроме масла где-то употребляется семя рапсовое рапсовое семя? в основном для масла это вот столярка у нас видите тут это что тут? столярка как его? салат его жарим на нем потому что рапсовое масло не дает пригар вот нет вот этой канцерогенной пленки а с чем это связано? а с тем что рапсовое масло оно практически не окисляется вот масло есть как? вот быстро окисляющее масло и длинное оно быстро высыхает поэтому художники употребляют картины там пишут, краски разводят есть среднее окисляемое масло это подсолнечное масло но когда температура высокая оно окисляется быстро и получается такая вот но термической обработке не поддается почему рак желудка и кишечника от этого масла? а рапсовое масло оно практически не окисляемое вот у меня есть масла которые стоят уже 15 лет там оно все равно как свежее оно не прогоркает, ничего не делает и поэтому когда мы жарим готовим на этом масле а сейчас у вас в доме оно есть рапсовое масло? вот оно и там нет там попробовать ну конечно есть а какой вкус горький имеет? ну вот попробуйте это рапсовое? ну по лицу надо и все ну глубже надо, потому что это сверху пленочки но еще нету это даже никогда бы не подумал что это рапсовое масло спасибо ну это рапсовое масло замечательная штука и вы его продавали? мы и продаем сейчас? и сейчас продаем а как же и почем это литр в сравнении с семечками? ну это будет на 20-25 процентов дороже получается дороже подсолнечного? подсолнечного коня, но его же выход меньше понятно а трудозатраты те же самые а жмых куда деваете? а жмых вот он такой из него раньше какие-то плитки делали и мы ели вкусно вообще нет, ну то макуха подсолнечная вот он жмых вот такой видите? у вас его кто-то покупает? конечно для чего делаете? дают коровам дают кроликам дают нутриям дают там всем а свиней тут не держат почему? держат свиней свиньям дают а то мусульмане то свиньи не держат да ну кто-то сказал что они едят понятно а это у вас для чего ну есть голуби которые 500-700 килограмм 700 грамм весом вот таких бы голубей было бы интересно а вот таких и вообще голуби когда в доме есть какие-то пернатые куры утки голубей держать нельзя нет, наверху я имею ввиду на голубях нет, все равно все равно они имеют свои болезни и все опасно а когда большое количество ты держишь конечно а в этой бочке у нас вода и вы где ее берете? это сюда привозят воду с источников наших который в горах мы ее освещаем и освещенная вода у нас это сколько у вас в бочке ездит? 16 тонн 16 тонн он вам привозит и вы закачиваете тут и она мы ее расходуем на питье приготовление пищи в колодце на сколько вам хватает батюшка? на сколько хватает? да я не мерил на сколько хватает все время хватает потому что как подходит там к концу водовозка приезжает закачивает да и все вот поэтому у нас включенная вода всегда маленько поговорили там вопрос один возник сейчас а вот это установка делать пеноблоки а мы уже догадались сегодня посмотрели это пеноблоки 9 блоков выпускаем строим вот мы построили вот то что там есть второе так все это из пеноблоков своих арки делаем вот круглые на окна ну все что нужно а на вот этой машинке я проездил лет 20 вот остов стоит справа да и одна еще вот слева и мы на них на ней воспитали ну не знаю сколько детей множество вот они приходили возились с ней крутились с ней разбирали собирали учились и потом хорошие инженеры получались и хорошие люди более того что мы всех бросаем с парашютом а человек который хоть раз прыгнул уже сволочью не бывает потому что он перешагнул этот порог ну а тут что тут сеялки кран это у нас твой но кран тоже интересный так как обычный он ездит а когда мы работаем мы его в розетку включаем и получается не полторы две тысячи в день за топливо а получается двадцать тридцать рублей за электричество интересно а кто это вам так сделал ну кто кроме меня делает сам я же инженер по какой отрасли инженер механик вот это я сам делал своими руками варил а что тут особенного нет тут вчера один вопрос подойдем вот сюда я покажу вам у вас вопрос я отвечу сейчас чуть попозже вот наша поездка идет она идет у нас главная эпидемия к этому евангелие от матфея двадцатая глава смысл в том господь говорит идите зовите на брачный пир ну когда говорит виноградники не хотели трудиться там тут понятно они завладеть хотели вот идет сын убили но когда зовут на брачный пир не работать еще не надо просто прийти и побыть царским сыном но написано говорит не приняли кому-то разбили голову а кого-то и убили я не нахожу никакого объяснения этому нигде только там зотоус дает ответ на это что как на это надо смотреть мы выполняем именно эту миссию в чем она заключается ну вот мы едем у нас очень большой материал это книги и вот русская православная церковь в московский патриархат посмотрите благодарность вот патриархам Илью я встречался раньше это означает пригласительное дать не на словах только вот это вот то что мы сейчас сделаем ну допустим вот мы Украина приехали Николаевскую область тут написано какой район какой храм батюшка собрал людей мы подъезжаем уже храм наполненный и мы там провели большую большую беседу отвечаем на все вопросы кто-то званый будет достоин нет издалека еще подъезжали люди вот я хочу показать где мы в это время проехали звали на брачный пир Болгария город София подворье патриарха московского и всея Руси город София вот здесь значит зовем мы приехали в храм святого преподобного Ануфрия Великого Темеровская область вот батюшка расписался печать поставил у меня спонсоры конечно есть поэтому на них держите пока в руках мне так удобно так это область город Кемерово храм такой-то вот село Топки это вот где мы проехали захватили вот батюшки ставят печать это для церковной библиотеки собор Рождества тут написано город Прокопьев где-то Салаир видите вот это вот тоже самое это где уже мы был храм Томской области это счастье только Страстки это ну сегодня по Шукшину известный где вот молодой батюшка тут есть Москва храм святого Никола Берсеневка ну тут он меня облег облачил я говорил проповедь отец Кирилл Игумен но это я показывал уже вот с этой миссии мы едем для меня это исключительно важная новость вы примете дар от нас все отдельно все книги не только при храме в трех воинских частях занятия идут ну хорошо если я для воинских частей оставлю один экземпляр а для вашего храма отдельно ну то есть все до одной книги не хватает только трех они кончились это стихи симфония на не каноническое симфония на житя святых симфония на житя святых она у меня там осталась наверное ну совсем мало может быть даже прислать я много времени потратил это по всем святым двенадцати книгам ну и у вас это самое вы купали был такой кучик да как сказали не помню ну покупали мы да да это Игорь покупал у меня так вот это я дарю это дар так вот симфония она ну просто кончат но несколько экземпляров еще у меня в запасе здесь лежат мы ставку сделали прислали большой машиной в ростовской области оттуда заезжаем каждую неделю и развозим везде в прошлом году мы 240 мест посетили нынче у нас меньше потому что далеко захватили Болгарию Германию Чехию Словакию проехали везде там это Румынию Венгрию только 120 вот ну и если Господь располагает ваше сердце я готов экземпляр вот такую же бумажку заполнить поставить печать и дам вот этот материал если на вас что-то где-то как-то будут чтобы вы могли показать вот посмотрите книги в подарок немножко просчитайте тут это вслед нас печатают и и это